окей что тут происходит мы добрались до нашей корзиночки до моей корзиночки это был мой подарок точнее мне такие стаканчики они все подделанные со всех сторон в общем стеклянные очень красивые красивые катлеры здесь я только что так в общем было догадались мы собираемся на пикник заправила две бутылочки сиропом таким очень хорошим здесь у нас красная сморода черная сморода здесь апельсин это для кристофера это для оксана что у нас тут еще есть вот тут набор . маленькая сыр ветчина в общем набор обыкновенный для пикника привет друзья сегодня воскресенье и сегодня будет первый день в этом году когда мы с кристофером оба решили что сегодня будет выходной мы за целый вот сколько почти полгода у нас не было выходного вот так чтобы целого дня и сегодня мы решили арендовать машину и поехать погулять сделать пикник в общем вдали от компьютеров и природа и мы вдвоем в общем надеюсь на все получится погодка сегодня сейчас покажу погодка сегодня не самая солнечная и не самая плохая принципе на улице не холодно где-то 16 18 градусов вот так что у кого там день рождения было в общем надеюсь на все получится пока кристофер там составляет нам план поездки я помою фрукты соберу что-нибудь в корзиночку мы купили такую огромную корзинку думаю что но будем делать пикники не вдвоем а вчетвером с кем-нибудь парочки но за два года мы ни разу еще не сходили никуда на пикник тем более ни с кем да вот но надеюсь что все получится и я тут пока мыло готовила термос я его мыла и случайно сломала видимо он был уже старенький я очень сильно нажала и общем он сломался так что теперь но у меня есть еще такие поменьше термосы вот такие с которыми мы хотели в поход если вы помните наш поход сегодня день 6 и мы проснулись под очень красивым дубом и я делаю кофе чайник уже кипит вода для каши готова в общем доброе утро вот вот и сейчас я их тоже кофе заполню в общем ладно быстренько буду собираться потушу скрыться придет а я готова и так мы добрались до бенки у это место где можно купить всякие растения в общем garden center да мы то приехали припарковались и увидели что там стоит очередь как в аэропорту три таких змеек в общем там было слишком много людей мы решили что стоять полдня выходного нашего дня и ждать чтобы зайти купить какие-то цветочки нет спасибо я это могу и онлайн сделать поэтому мы сейчас катаемся смотрим где сможем погулять где остановиться и смотрим разные английские деревеньки только что проехали была дорога просто как будто бы лес и она полностью полностью деревья в деревьях растут рододендры просто гигантские кусты и они там растут как сорняки в общем я была в шоке и это так красиво не прям такие фиолетовые если у меня получится когда-нибудь это снять на камеру я покажу но это невероятно красиво итак наше первое место destination здесь кстати пирсы можно свою лодочку припарковать это кстати темза знакомьтесь на другой стороне цветет камыш и какой красивый красивый мостик класс есть такие неплохие домики с видом на речку в сих пор ойдем 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 кто-то Мы думали, что будет прохладно, а оказалось теплым и солнечным, в общем, как всегда. Но хорошо, что я не одела прям такую теплую-теплую кофту, но у меня, правда, тут утепление. Ладно, пойдем смотреть, что у нас тут еще есть. Look at you! So tiny, so fluffy! Come on, take it! Деревня, город, место, Ripley! Look at those flowers! Yeah, that's the old bakery. We want to drive up and down that way, but... Ripley — это деревня в Сюрее. Она существует с нормандских времен, в общем, очень древняя. И она также упоминалась в разных романах, например, Уэльса, «Война миров», а также в рассказе Артура Конана Дойла, «Военно-морской договор» про Шерлока Холмса. Смотрите, какая красота! Какие постройки! О, сколько мастерий! Вау! Вау! Продолжение следует... В этом доме, который открывается несколько раз в году для публики, чтобы посмотреть на выставку тюльпанов и других цветов. Также, на самом деле, мы обнаружили в интернете, что здесь можно арендовать комнаты вот в этом сооружении на несколько месяцев или даже, может быть, на год. Субтитры создавал DimaTorzok Что это? Кранли. Что? Кранли! Кранли? Кранли? Да. Смотрите, где его... Очень классно. Это вон о том, что... Вон смеет партнер. Вон смеет партнер. Вон смеет партнер. Это довольно-голеты. Шэльфтинколог. Расслитка. Мы приехали в такое интересное место. Наша корзина. Короче, мы приехали в это место, где мы спали, наверное, вторую или третью ночь, когда мы делали наш длинный поход. Я сейчас вам покажу место, где это было. Мы пришли сюда ночью и спали вот прямо здесь, около этой скамейки. Вот там сзади барковка, ее даже не видно. Вот тут, прямо около этой скамейки стояла наша палатка. Здесь такой красивый вид. Мы сейчас будем пикник раскладывать. Ай, здесь так красиво. У меня здесь в руках бутылки, подушки, а впереди идет Кристофер для пикника. Тащит с собой нашу большую корзинку. Это круто. Видите, вот эта корзинка. Вот там тоже пикники. И вот тут пикники. И тут даже было написано, что это место для пикников. И посмотрите, какая отсюда открывается красота. И так, наш пикничок готов. Солнце светит, бит офигенный. И на самом деле хочется кушать. Пять часов почти. Мы только завтракали. Так что сейчас мы выйдем на природе наслаждаться пикничком. Посмотрите на этот шикарный, шикарный вид. И так, голодные люди поели. Привет. Пикник пьет наш черную смороду напиток. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень красиво. И мы находимся просто в замечательном месте. Такая красота. Я не могу пережить, насколько здесь красиво. Я вас всех приглашаю посмотреть на это дело. Посмотрите, что творится за моей головой. Это просто шикарно. Такая красота. Да. Такая красота. Такая красота. Такая красота. Дан-дан-дан. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...